Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Марина зовут. Меня Айна. Хорошо. Так, Айна, правильно, да? Хорошо. Расскажите, какой у вас товар и какой у вас запрос? Что бы вы хотели, чтобы мы сейчас посмотрели на разборе? Да. У меня, получается, инструменты дрели алмазного бурения, то есть узкая ниша. И недавно вывела товар, получается, дополнительно к этому тоже инструменты, но он идет как оснастка к инструменту. Это, получается, переходник к инструменту. У меня буквально 2-3 дня. Ну, какие у меня запросы? Конечно, я хочу, чтобы дрель у меня продавалась в большем количестве. Она, в принципе, продается как стабильно, можно сказать, стабильно для меня. 1-2 вот так вот в день. Ну, знаете, у меня какая проблема? Вот эти китайские поставщики. Я сделала инфографику, на мой взгляд, хорошую, чтобы выделила все. Я прям выделила эту дрель. Китайские поставщики у меня все скопировали. И причем они вносятся, такое ощущение, с каждым днем. Я вообще не знаю, как с этим бороться. То есть теперь я, можно сказать, не выделена на этом фоне со своей дрелью. Я не знаю, что делать. То есть они вообще портят всю картину. Так, поняла. Значит, запрос, чтобы было побольше заказов. И еще то, что контент копируют. Да. Скорость доставки у китайских поставщиков. Вот у меня скорость. Я по ФБС пока только торгую. Получается, выхожу только. Сегодня только я сдала на конкретный склад, на Казань отправила. И получается, по ФБС у меня всегда идет 9-10 дней. Это очень долго. Я сама понимаю, что долго. Но на фоне этого то, что как бы у китайских поставщиков еще дольше. Это да. Но ты знаешь, такой момент. Человеку либо надо завтра, либо надо когда угодно. А тут, не важно, через 10 дней или через 20. Где дешевле, там они чаще и закажут. Они готовы многие 20 дней подождать. Так, контент я записала себе. Дрель. Будем сегодня дрель, значит, смотреть. Да. Но она не просто дрель, а именно узкая ниша дрель алмазного бурения. Ну, хорошо. Просто дрель это, на самом деле, дрель это очень много. Все, поняла. Так, значит, дрель алмазного бурения. Это я записала. Значит, еще раз подытожим. Суть. Дрель продает сейчас 1-2 стуки в день. Хочется больше. Надо понять, как. Сейчас вы только на ФБСе представлены, на ФБУ вас нет. Ваш контент скопировали китайские поставщики. И вы бы хотели как-то выделиться на их фоне, либо их заставить удалить их контент. Так, и на ФБУ сделали только сегодня отгрузку. А, на склад я только отвезла. Ну, на сортировочный центр или что-то. Угу. На какой? На Казань. В Казань. А вы где живете? В Тюмень. В Тюмень. Ну, у меня, получается, по всему Уралу покрывается, вроде как, вот это по кластеру. И вот я смотрю, что Москва, Московская область, мне нужна Казань. Ну, и каждый раз, в принципе, заказывают везде. Поэтому я думаю, что как-то нужно через ритуальный распределительный центр, что ли, их попробовать. То есть я почитала, что можно, в принципе, чтобы не самим распределять, куда и как отправить. А вот у меня еще запрос. Я отправила через кроссдокинг. И не знаю, вот как лучше. Я потому что через деловые линии тоже считала. Ну, вот кроссдокингом решила попробовать, сколько у меня выйдет это по стоимости. По стоимости? Вы заранее можете все посчитать, сколько у вас это выйдет. Кроссдок, там же фиксирована стоимость. За коробку, за палету, за каждую коробку, каждого размера своя фиксированная стоимость. Так что это не гадание на кофейной гуще. Это прайс-лист. То есть вы... Ну, я вот отправила, кстати, даже не посмотрела. Еще вот я, когда уже отправила, подумала, что у меня, наверное, будет больше 20 килограмм. То есть у меня одна коробка больше 20 килограмм. Я как-то ее так неправильно маленько распределила. И я вот теперь боюсь, что как бы ее не вернули назад. Не вернут. Если... Я много записала уже на этих вопросах. Давайте начнем вот с этого. Если вы прошли приемку, дальше уже вероятность, что вам что-то вернут обратно, очень мало. Только если будет обезличка. То есть если у вас там отклеился штрих-код, затерся, неправильно наклеенный. Только в этом случае вам могут сказать, вы нам отгрузили что-то, мы не понимаем что. Идите и забирайте. Только в этом случае. А по поводу перегруза коробки, я сама этим решу периодически. Не специально, но вот бывает такое. И пока еще ни разу нам его не вернули. То есть ни разу не было. Нам там после приемки уже сказали, ой, вы знаете, мы тут перемедли, оказывается, у вас лишний 10 килограмм. Нет, такого ни разу не было. Если приняли, все, приняли. Приемщики, очень большое внимание на начальном этапе, когда вы сдаете товар, максимальное внимание. Дальше обнимание вашего товара. Когда они купают, например, там габариты 3 на 3 сантиметра, а там вместо 3 на 3 сантиметра такая большая махина пришла. В этом случае они ОВХ перемеряют. Это вторая точка контроля, когда ваш товар там под лупой рассматривают, линейкой размеряют, и там ОВХ изменяют в карточке. И еще и блокируют, чтобы вы не могли ничего там устраивать. Потому что у вас записывают список ушителей, скажем так, да? А по весу никого ни разу не встречала, чтобы кому-то по весу что-то там изменяли. Поэтому не переживайте. И приемку приняли, приемку прошли, и все. Вы практически в безопасности. Дальше. Теперь давайте провалимся в ваш кабинет, хорошо? Сейчас шаг номер 2. Нужно как-то включить демонстрацию. Видно? Да. Супер. В очередной раз хочу пожаловаться. Я сейчас вас с экрана вскрою и не буду видеть. А мне бы очень хотелось, конечно, вас наблюдать, что я... Так. Вы у меня со всех сторон пропали. Так. Все. Вы здесь. Да. Когда я тебя научу делать, это нормально. Без всяких косяков. Так. Видно, да? Все четко? Так. Если все четко, тогда давайте смотреть. Значит, первое, что нам интересно, это контент. Вы сказали, я не понимаю, хороший контент или нет. Я думаю, что хороший. Ладно, давайте сейчас контент, потом к индексуалкализации перейдем. Список товаров. Так. Вопрос. Мне нужно комментировать все, что я делаю, или вы в целом понимаете и прям каждый нюанс не нужно объяснять. Или лучше объяснять? Да. Мне кажется, лучше комментировать, чтобы все равно было. Ладно. Хорошо. Раз мы с вами разбираемся в товаре, значит, нам нужно посмотреть, что у нас происходит в товаре. Так. Мы провалились. Вот это наша дрель, я так понимаю. Открываем стрелку, смотрим со стороны покупателя и параллельно с этим смотрим со стороны площадки. То есть мы смотрим, как Озон нашу карточку видит. Вот так он видит. И как клиенты нас видят. Вот так они видят. Значит, действительно, можно скопировать чужой контент. И очень многие так и делают. На Wildberries вы практически не можете никогда доказать то, что ваш контент украли. На Озоне вы можете это сделать. Я, кстати, уже этим бьюсь. Вот, да. Пожалуйтесь. Чтобы ваш контент остался только вашим, и никто не смог у вас его забрать, вам нужно доказательства предоставить Озону о том, что это ваша интеллектуальная собственность. На этапе либо переписка с дизайнером. Раньше прокатывала просто переписка с дизайнером, и уже хорошо. Сейчас они чуть-чуть больше требуют данных. Они просят, чтобы договор какой-то предоставили, чтобы исходники у вас были в определенном формате. То есть у вас есть это все? Я исходники-то им предоставила. И почему-то, вот знаете, вот когда я им информацию предоставляю, все, затишье. Я начинаю в поддержку снова другому писать, другое обращение. Снова доходим до доказательств и тишина. Так, ну, все правильно, так и происходит. Вам нужно обязательно ставить одну звезду, жаловаться, 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 жаловаться. То есть бесконечно разговаривать с ними, общаться и требовать, чтобы вам помогли. То есть я по-другому не знаю, как это можно сделать. Ну, то есть на практике это 100% они закрывают эти карточки, да? 100%. Мы это много делали. Я просто уже опустила руки на счет контента. Думаю, что это уже бесполезно, раз они не отвечают никак. Так, нет. Так, вот я вижу. Так, первое. Навыки общения с поддержкой. Никогда не пишем капсул, никогда не кричим на поддержку. Тоже пройдено. Мы пробовали всевозможные варианты. Нужно быть, знаете, воспитанной сволочью. Нужно им писать, как бы между строк говорить о том, что вы нарушаете мои там такие-то права, пункт такой-то, закон такой-то. Но ни в коем случае не кричим, не жалуемся на них, потому что, запомните, вы общаетесь. По факту, это если, например, представьте, у вас с банковской карты кто-то украл деньги, а вы звоните в поддержку банка и на них орете. Это неправильный подход. То есть нужно стать с ними друзьями, нужно сделать так, чтобы они захотели вам помочь. И еще, может быть, это, конечно, уже не первое обращение, но, значит, как нужно делать правильно? Значит, нужно прикладывать скрины сразу же в обращение. Нужно говорить, вот ссылка на нашу карточку, вот скрин, мы такого-то числа сделали контент, заплатили за него деньги. Это наша интеллектуальная собственность, вот подтверждение. Далее ссылка на конкурента. Такой-то вот кабинет, вот скрины, вот они украли полностью один в один наши креативы, нашу интеллектуальную собственность. И далее, собственно, пишите, просим карточку конкурента заблокировать, либо скрыть, да, ну, в общем, прям так и надо писать. Вот это вот не работает, то, что конкурент копирует мою карточку, уже очень много. Какой конкурент? Какую вашу карту? Нет, я же скидываю им дополнительно потом ссылки на конкурентов. Ну, я здесь не вижу. Скидываю исходники. А потому что это, скорее всего, другое обращение, то есть уже устало. Вы должны, я поняла, вы должны сразу все правильно писать. Я понимаю, если вы первый раз пишете обращение, тогда, наверное, можно накосячить. Но если вы уже знаете, вот вы можете написать 20 обращений, и во всех 20 в самом начале нужно запихать все доказательства. Не ждать, пока вам в 4 раза ответят. Нужно прям сразу все это писать. Имейте в виду, вы общаетесь не с одним человеком. Вы можете даже в рамках одного обращения общаться с двумя, тремя, четырьмя разными людьми. Нужно, чтобы каждый из них... Когда получается одно обращение составляю, отвечает один человек, потом все это затишье, я составляю другое обращение, и мне ссылаются, что обращение другое уже создано, копировать типа их не нужно, что типа вы затягиваете время с ответом, потому что куча обращений с одним и тем же вопросом. Вот так вот не было ответственно. Я знаю, я прекрасно это знаю. Нам с вами нужен результат. Нам с вами в целом наплевать то, что у нас 500 обращений. Каждое обращение должно быть идеальным. Это закон номер один. Я вот сколько сейчас открыла, нигде не вижу никаких доказательств. Пока что нигде ничего не вижу. Пока что ничего не вижу. Сейчас я скажу, какой номер будет. Вам даже... Нет, я сейчас все равно не буду его... Не смогу его найти, наверное, со скона. Смотрите, вам нужно научиться общаться с поддержкой. Здесь ничего сложного. Повторюсь, максимально внимательно. Здесь я поняла. Нужно соблюсти тактику. Все, я здесь поняла. Это да. Все доказательства сразу в первое же обращение закидываете. Сразу же. У вас есть 30 секунд, чтобы человек, который ваше обращение взял в работу, принял решение, будет он вам помогать или нет. Они не могут сказать, идите в жопу. Они обязаны сказать, да, мы пытаемся разобраться. Но вот да, мы пытаемся разобраться, это отписка. Вам нужно, чтобы они все взялись в работу. Если вы написали одно обращение первое, и по нему у вас ведет работа, вы можете еще 20 создать, все то же самое прикрепить. Плюс еще скрин из первого обращения, где написали, мы взяли в работу. И пишите, взяли 4 дня назад в работу. Где результат? Ну, участвуйте с поддержкой. Тогда вы сможете абсолютно все, что угодно от них получить. Вот все, что угодно. У меня уже столько идей, что можно в Instagram-канале выложить. В общем, мне кажется, что я через поддержку получала абсолютно все. Вот серьезно. Ни разу не было ни одной ситуации, чтобы у меня поддержка не помогла. Ни разу. Бывало такое, что очень долго, что нас не понимали, что нас динамили. Но все равно, правильный подход. Прилучит, как следует, надо правильно писать обращение. Повторяю, что нужно быть воспитанный по факту мрази. Да, сказать, какой-то закон, какие-то права, такой-то пункт в оферте, такое-то, вот это, вот это, вот это, вот это. А еще и написать о том, что за 10 дней из-за вот этого мы потеряли примерно столько-то денег. Кто нам это будет компенсировать? Скажите, а зон ли компенсирует эту стоимость? Это вообще золотые слова. После этого все сразу же напрягаются. Потому что никто из менеджеров не хочет быть человеком, из-за которого на зон написали досудебное обращение, и из-за которого из этого сотрудника селлер там, во-первых, потребовал себе какие-то деньги. Поэтому они все максимально начинают работать. Так, в общем, это точно работает, 100%. Нужно доведите до результата. Вот серьезно. В общем, это реально целая отдельная история. Очень много возможностей от Озона получить все, что вы хотите. Вот я не преувеличиваю сейчас. Я не преувеличиваю. Так, дальше. Смотрим. Значит, товар мы хотели посмотреть. Это про контент. Вот, контент точно ваш. Вы его заслужили. Вы... Никто не имеет права его брать. Так, теперь в карточек провалились. Значит, базово. На всех у нас, на всех разборах одно и то же оно идет. Название. Не хватает символов. Дополнитесь символами. Вам нужно... Как увеличить продажи? Продажи можно увеличить только перед получим определенным запросом на максимально высоких позиций. Вот, мы вбили время алмазного сверления. Так, вот эта вот карта... Вы кто? Это не ваша карточка? Ну, там отзывы где-то 28. У вас 28 модулов. У вас 28. И все. Ваша. Так, вот вы здесь есть. Вот, смотрите, что хочу вам показать. Вот видите, вот эта вот карточка? Вот эта. У нее... Видеообложка классная. Вот я хочу видеообложку, да, сделать. Как, допустим, собирать стрель, как она будет выглядеть, как она будет крутиться. Вам нужно сделать видеообложку. Очень привлекает внимание. Вот все. В следующем ключевом запросу вы, например, на первом месте. И на вас в любом случае обратят внимание. Ну, вот в каретах, когда люди, например, в чужой какой-то парочке, вот система, не знаю, что это. Короче, вот что-то такое. Сгрузись. Вот, что-то такое. И здесь вы уже можете показаться. Вот есть видеообложка. Вот видите, вот здесь вот. Тоже видеообложка. Вот здесь уже сверлит вот тут. Вот видите, сверлит вот тут вот. То есть это что-то, что привлекает внимание. Вы также можете встать карточкой, которая привлекает внимание. Вам нужно собрать... Где, допустим, высверливает отверстие, да, чем просто его собирает эта трель? Как она работает? Я не знаю. Это надо тестировать. Вы запустили одну видеообложку, смотрите конверсию в клик. Запустили вторую видеообложку, смотрите конверсию в клик. Сравнивайте, где конверсия была выше. То есть мое мнение, это мои личные фантазии. Бред сумасшедшего может быть. Я скажу, о, мне нравится. Мне вообще вот это нравится. Тут вообще нету даже видео. Это просто картинки плавно появляются на экране. Даже не видео. Видите? Я скажу, вот это супер. Делайте так. Ну а кто знает, может, вот это будет хуже конверсия, чем просто дрель, который сверлит. Надо проверять. Надо тестировать. Все надо тестировать. Ну вот, это, видимо, один и тот же поставщик. Потому что, видите, здесь тоже так же креатив появляется. Очень классно. Ну, мне, например, нравится. Но я не человек, который покупает себе этот дрель. То есть, может быть, я одна из ста, кому нравится, а девяносто не нравится. А как это сделать, получается, чтобы картинки туда-сюда передвигались? Это вам нужен дизайнер. Это дизайнер. Не знаю, сколько он стоит. Одна такая картинка стоит точно до 500 рублей. А сколько, не знаю, 200 рублей, 300, 500, не могу сказать. А в должности зависит. И от разных человека. Так что... Так, где картинки просто меняются. Еще раз. Не надо на меня перекладывать ответственность за креатив. Сделайте несколько вариантов и сравните. У кого-то будет выше конверсия. Так, у меня сверху плохая, я не пойму. Ну, иногда прерывается. Да, еще раз скажите. Я говорю, вот просто вы говорите, картинки меняются. То есть, это видео у них? Это видео такое? Да, это видео, в котором по факту нету ни одного... Ну, это видео, в котором нет видео. Как сказать, не знаю. Так, мне не нравится моя связь. Что-то не то. Что-то не то. Так, ну хоть скажите-ка что-нибудь. Ну, связь иногда прерывается, но я прошу. Так, вам нужно... Вы знаете, что такое воркзилла? Угу. Вот. Вам нужно снять этот экран, или с телефона снять, либо с компьютера снять, либо ссылку прикрепить и сказать, нам нужно сделать так же и выложить задание. И у вас там будет 500 желающих сделать вам такую картинку. Вам нужно выбрать одного из них и сделать. А лучше двух. Чтобы два делали параллельно. Кто-то из них сделает лучше, кто-то сделает хуже. И вы в итоге выберете наилучший вариант. Угу. Так, поехали дальше. Так, значит... SEO. Вам нужно, чтобы у вас было максимальное количество SEO-запросов. Здесь еще есть место. Еще достаточно много места, много силов, которые можно использовать. Используйте это. Используйте. Так, потом. Смотрим. Так, комплектация. В общем, опять же, нужно посмотреть ваше SEO-ядро. Но если у вас есть возможность больше ключевых слов использовать, используйте везде. В упаковку, в комплектацию, во все возможные... Все возможные параметры максимально заполните. У вас описание прям просто кот наплакал. Очень мало. В вашем случае... Сейчас посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Дрель алмазного сверления. Дрель. Так. А вы не хотите еще дрели добавить к себе в ассортимент? Не знаю. Смотрите, дрель шуповер. Или коронки. Кого? Ну, к этой дрели коронки. Чем они именно будут? Коронки. Добавь коронки. Но добавьте еще, может быть, дрели какие-то. Чем хорошо иметь ассортимент? Тем, что у вас... Вот здесь будет мультикарточка. Люди зашли на дрель и найдут дрель алмазного сверления. Дальше. Я вижу, да, где. Вот дрель шуруповертом будет. Дальше дрель ударная какая-нибудь. Стойка для дрели. Дальше что у нас? Патрон какой-то. То есть у вас прям магазин. Еще расскажите. Так, что-то... Сейчас я переподключусь. Вы здесь? Да, я здесь. Я прекрасно вообще вас слышу и вижу. Да? Я вас очень плохо иногда слышу. То есть я слышу, что вы хотите сказать, но вы как будто перерываетесь. Так, в общем, я рекомендую добавить ассортимент, чтобы он у вас был. Потому что вы сейчас получаете переходы в карточку и недополучаете продажи. Тут много чего. Там какие-то штучки вы хотели добавить? Добавьте. Их все можно будет объединить в одну большую мультикарточку. И человек, попадая в вашу одну карточку, будет видеть сразу здесь кучу всего. Насадки, подставки, что еще бывает. В общем, все будет. И он сможет купить, зайдя к вам, сразу все, что ему нужно. Значит, дрель. Алмазного? Да, я тогда туда просто добавлю к ним коронки. Добавлю еще одну дрель того же уровня. Да, да. Можно подороже, подешевле товара добавлять. Много разных вариантов. Так, смотрим, смотрите. Я, значит, зашла в поисковые запросы. И что мы с вами видим? Дрель алмазного сверления в среднем по рынку очень мало. Конверсия в корзину всего около 10%. Это очень мало. Либо очень, либо в целом товар редко покупаемый с небольшим спросом. Да, да, да. Это я говорю узкая ниша. Вам надо расширяться. Мы с вами, конечно, сейчас обсудим дрели, вот конкретно вот эту вашу. Но вам нужно новые товары добавлять. Вы так далеко не уедете только на этом товаре. И еще конверсия в корзину 10% всего лишь. Как мало. Это очень мало. Именно по поисковым запросам я смотрю. Поисковой запрос. В среднем люди вбивая дрель алмазного сверления. Запросов за 7 дней всего лишь 200. Это очень мало. 22 добавляют в корзину. Из 219 просмотров. Это 10% всего. Это очень низкая конверсия. Знаете, что это значит? Это значит, что люди покупают дрели не на озоне, а в других маркетплейсах. Вот что это значит. Это значит то, что в данный момент рынок озона плохой, слабенький. Либо это покупка с отложенным спросом. То есть люди долго смотрят. День, два, три смотрят. Только потом, может быть, принимают решение. Либо это так, либо они покупают в другом месте. И очень мало, я смотрю, аналогов. То есть раз ваш я вижу, вот еще какой-то я вижу. Я практически не вижу. То есть очень маленький выбор. По факту, скорее всего, эти 10% это ваши 10%. Сейчас посмотрим аналитику графики. За последний месяц ваша конверсия в корзину 4,5%. У вас конверсия в корзину еще ниже. Это к вопросу о том, как из текущего количества показов получить в два раза больше заказов. Чтобы получить в два раза больше заказов, вам нужно поработать над карточкой. Это, вот это вот надо превратить в рич контент. Либо, ну, никаких либо надо превращать это в рич контент. Это технически сложный продукт. Нужно, чтобы люди поняли все, что они хотят. По всем товарам, которые имеют сложные характеристики, необычные, должно быть много объясняющих слайдов. У вас здесь нет видео, нет видеообложки. Хочется больше... У вас же есть вживую? У вас же есть этот товар вживую? Только в отзывах. Нет, ну а вживую он у вас есть? Как понять, вживую? Ну, вживую, на руках. Вы можете вот как-то к стакану его в руки взять? Ну, сейчас вот прям у меня под рукой его нет. Нет, вообще в ежедневном доступе есть у вас он? Есть. Можете? Все. Вам нужно делать фотосессию. Можно даже просто на обычный телефон все близкие кадры зафоткать. Каждую железку в разобранном виде, в стобранном виде, видео заснять, как вы его разбираете, как вы его собираете. У вас конверсия в корзину выросит раза в три сразу же. То есть у вас сейчас очень мало информации. Ваш товар сейчас купит только тот, кто профессионал. Только тот, кто сам с полувзгляда понимает вообще. Это то, не то, нормальная штука, ненормальная. Должно быть больше кадров, больше каких-то нюансов. Ну, в общем, видео надо включить, я поняла. Надо видео, надо фото побольше. Вот эти вот насадки вообще нигде на фотографиях. Я не видела, что там такие насадки есть. Если бы не отзывы, я бы, например, вообще бы не поняла. Но эта насадка уже вообще идет у покупателя. Это не моя насадка. А у вас насадки продаются? Нет. Я так вижу, что покупателям нужны эти насадки. Да, нужны. Но это железо. Их тоже не слишком дешево везти. Но в ассортимент я скоро его включу, да? Так, и я вижу. Я вижу то, что вас объединили с китайскими селлерами. Вам нужно от них вообще правильно. Правильно. Это вот сейчас будет информация для всех, кто бы смотреть это видео. Нужно уметь правильно запускать карточку. Если вы используете чужой бренд, то вам нужно делать отстройку. Вам нужно сделать так, чтобы вас никогда в жизни вот так вот не объединили с вашими конкурентами, у которых точно такой же товар. Иначе вы тратите время на карточку. Все продвигаетесь, рекламу настраиваете, деньги потратили. А в итоге люди провалились, смотрят, у вас 13 тысяч, например, и доставка 26 июня. Это пипец. Я, в общем, не скоро, да, не скоро доставка. Сколько? Восемь дней ждать. Восемь дней мне ее нужно будет ждать. А если я готова ждать восемь дней, то я, может быть, готова буду ждать и месяц. Вот, мне тут через месяц привезут на там 3-4 тысячи, на 4 тысячи дешевле. Если это не срочная покупка, я закажу вот где-то здесь. Я не буду ждать. Я закажу где-то там и готова буду подождать месяц. Но вот если мне нужно будет вот быстро, срочно, то я по факту нигде не могу это купить быстро. Сейчас Озон, как площадка, мне не может дать быструю доставку, потому что вы не даете быструю доставку. Как только вы сделаете доставку быстрее, на ФБУ отгрузку сделаете, у вас сразу же сроки сократятся, и конверсия в корзину увеличится. Видео добавить, и конверсия в корзину увеличится. Видеообложку добавить, и конверсия в клик увеличится. Дальше. Если сделаете рич-контент, и у вас будет описание не вот такое вот, а почетче, да, больше информации, больше близких кадров, фотографии вы можете сами себе на телефон зафотографировать хоть миллиард разных фотографий, обрезать, там, откорректировать, выложить, и у вас будет красивый рич-контент, у вас конверсия в корзину сразу вырастет. Ваша задача, у вас сложный технический продукт. Вам нужно прям максимально все нюансы выписать. Если рич-контент для вас, например, сложен, либо долго, то хотя бы здесь должно быть максимально все написано. То есть должно быть так. Мы зашли, дальше люди, когда айфон покупают, и то мы все уже натренированы покупать айфоны, а по факту заходы должны понимать, там, какая там оперативка, сколько памяти, сколько этого, сколько того, сколько сантиметров в дисплее, сколько, и там куча всяких параметров, даже в телефонах. А у вас дрель, это товар, не непростой для понимания, если честно. Возможно, многие мужчины хотят себе такую дрель, дрель, но они не профессионалы, и они вот так вот с полувзгляда не поймут. Вот это прикольно. Это насадки, да? Мне нравится, как выглядит. Прикольно. Вот это видео мне прям понравилось. Я прям залипаю, мне очень нравится. Какой-то прям кайф. Очень красиво. 897 годов. Не просто так. Я обожаю такие видосы на YouTube смотреть, знаете, как торты готовят, как там что-то сверлят, чинят. Это потрясающе. Мне очень нравится. Я прям что-то залипла. Сделать я так же. Очень круто. Посмотрите, как круто. Ну не знаю, я вообще кайфую, мне очень нравится. Красота. Прямо оторваться не могу. Прямо оторваться не могу, если честно. И у них продажи лучше, лучше и лучше. Возможно, как раз после того, как добавили видеообложку. Вот видите, я как наркоман. Все, мне очень нравится. У вас что-то свое. У вас тоже есть сверление. Вы же тоже можете сверлить. Вы можете показать, как работает ваш аппарат в сверлении. Да, он продается без насадки, но он же все равно это делает. И рядышком еще добавить и продавать свое сверло вообще бы замечательно. В общем, над карточкой нужно поработать. Когда вы поработаете, у вас конверсия с 4,5% вырастет хотя бы до 10%. У вас в среднем по всем дрелям в среднем по всем предложениям на зоне конверсия в корзину 10%. У вас 4,5%. Вы проигрываете. Вы проигрываете. По ФБО лучше дешевле отвозить. Это нужно самим, да, просчитывать? Через виртуальный или вот именно кроссдокинг отправлять на сортировочный центр через кроссдокинг? Так. Вам нужно самому пущать. Я вам не могу сказать. У меня сотрудник каждый раз принимает решение, что выгоднее коробками либо палетами. В какой город? В РЦ какое-то время назад было бесплатно. Но сейчас уже все в РЦ платное. Возможности все время пропадают. То есть раньше можно было использовать в РЦ бесплатно. Сейчас уже нельзя бесплатно использовать. Вам нужно понимать то, что пока есть такая возможность, ей нужно пользоваться. Когда она заканчивается, я... Давайте так. Я считаю, что никакой нет разницы грузить по ВРЦ либо по кроссдоку. Никакой. Только на ВРЦ вам Азон сам скажет, сколько штук нужно везти. Азон вам скажет, сколько штук нужно везти, основываясь не на ваших продажах, а на потребности в целом. Он скажет, в целом на этот склад нужно столько-то дрелей, потому что продается в среднем столько-то штук дрелей, не алмазных, а всех дрелей. Например, продается 100 штук в день, предположим, в Новосибирске. А сейчас в Новосибирске на складе дрелей всего на 7 дней вперед. И вам ВРЦ скажет, везите в Новосибирск. ВРЦ всегда будет хуже, чем вы распределяете ваш товар. Он вам скажет везти, а на самом деле вы отвезете, и там все продаваться не будет. ВРЦ не знает, что есть обычная дрель, есть шуруповерт, а есть алмазная. Озон не в курсе этих нюансов. Он только знает тип товара, сколько штук надо. Еще вас ВРЦ будет постоянно отправлять на склады новые, на какой-нибудь склад новый, в какой-нибудь деревне открылся, и там дофига места. и Озон будет вас туда тащить. Озон не знает вашу продажу, он просто смотрит на общие параметры, и вы почти всегда будете проигрывать, если будете следовать за его рекомендациями. Понял. Нужно на себя взять ответственность, самостоятельно посчитать. Есть в отчетах продажи по ФБС по регионам. Вам нужно этот отчет найти, скачать и посмотреть по ФБС за последние например два месяца в какой город у вас сколько штук было заказано. Скачайте отчеты, смотрите, и видите, например, то, что в Каздан по ФБС было продано 200 штук, в Москву было заказано 50 штук, в Питер 3, в Новосибирск 1, в Краснодар 5, и четко понимаете, что люди нуждаются в дрели в Москве. Это значит, что вам нужно сделать на ФБО отгрузку в Москву. Но это не пальцем в небо, это не воображение, это не фантазия, типа, о, наверное, надо туда-то. Нет, это четкие цифры. Отчет по ФБС с заказом, смотрите, из какого кластера, в какой кластер едет. Вам нужно в какой кластер сейчас, потому что вы все везете где-то там, в Казань, да, вы грузите, да, вот, в Казань вы отгрузили. А ФБС вы откуда грузите, если вы в Тюмени живете, вы куда вводите ФБС свои заказы, в Тюмень? В Тюмень, Ага, в Тюмень. Ну, все, значит, у вас хорошо распределяют. Что делают? Я имею в виду, кластер Урал хорошо закрывает. Ну, возможно, возможно, да, но пока вы отчет не скачаете, вы не узнаете, куда на самом деле заказывают ваши дрели. Вот вы скачаете отчет и увидите, возможно, у вас 30% всех заказов заказывают в Москву, потому что Москва бесконечно строящийся город, в котором день и ночь работают. Тут всегда что-то строится. Возможно, из-за того, что вы не отгрузились, например, на ФБО в Москву, вы потеряли большое количество заказов. Эти дрели, явно кто-то заказывает 100%. Так, сейчас, знаешь, что с вами сделаем? Мы сейчас посмотрим, что вообще по рынку происходит. Так, что там дрель? Дрель. Какой высокий запрос. Так, дрель алмазная, да? Алмазная дрель. 13 тысяч запросов. Дрель алмазного сверления. 4 тысячи. Смотрите, еще раз, вам нужно добавить дрель-шруповерт к себе обязательно. Это самый широкий запрос. Вот, дрель-шруповерт это, короче, тема, походу. Она всем нужна. Насадки на дрель это тоже, судя по всему, топчик. Надо вам обязательно расширить свой ассортимент. И еще раз, дрель алмазная. То есть, рынок есть, люди покупают только, 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 Так, вот, вот ваши запросы. Значит, по северному. Первое, вот здесь вот смотрите. Ваша ситуация такая сейчас. На зоне мало дрелей. Конверсия в корзину маленькая, рынок маленький. Озон очень крутая площадка. И если вы хорошо запомните свою карточку, то Озон вас в Яндексе будет продвигать на первые места. Запомните, вы находитесь на пустом рынке, практически на Озоне. Конкуренции, помимо этих китайцев, у вас практически нет. Значит, вам нужно думать шире. Вам нужно думать о том, чтобы вас Озон и в Гугле, и в Яндексе максимально высоко продвинул в поиске. То есть, вы через Озон можете прям быть лидером где-то там на Яндексе выдачи. Вот ваши ключевые товары. Вот смотрите, выбирайте то, что вам нужно. Это для того, чтобы в Яндексе продвинуться. И вот ваши ключевые слова. Это чтобы внутри Озона продвинуться. Они будут очень часто перекликаться, но вам нужно смотреть и сюда. Вот сюда вам нужно смотреть. И сюда вам нужно смотреть конкретно в вашем случае. Тут понятно? Да. Все хорошо. ПБО вы отгрузите, значит, отчет по ПБС скачайте, посмотрите, сколько у вас было продаж и как вы можете сделать их, как вы можете правильно распределить ФБО поставки. В РЦ не советую доверять, советую доверять себе и цифрам. Я рекомендую сделать так. Дальше карточку сделайте, пожалуйста, получше. У вас страдает конверсия в корзину. Вы на первом месте находитесь. Я вбиваю дрель, я же вас вижу на первом месте. У меня реклама включена всегда хорошая. А конверсия в корзину у вас в два раза хуже. У вас конверсия в корзину хуже. это плохо. Вам нужно над этим поработать. Так, еще у меня кивлево запрос у вас. Ага, вот, такие у нас были запросы. Так, что еще? Что еще нам с вами нужно обсудить? Из того, что обсудили, что вы сейчас для себя услышали. Давайте продолжим. Так, ну я, наверное, сделаю видео какой-то этот, видеоконтент, чтобы в действительности люди узнали, как это все работает. Да. Поработаю над SEO, значит, его нужно увеличить побольше ключевых слов. Добавлю наименование. Почему-то я думала, достаточно было там того, что там все написано в наименовании. Там уже все про дрель написано. И что, насос в подарок идет? Кстати, на время убрала, у меня закончились насосы, пошли плохие отзывы только из-за них. Вообще не ожидала этого. Так, ну и развезу еще на Москву. Смотрю, да, что там-то в основном получается зона покрытия высокая. И развезу туда на ФБО. Сперва отчет продаж по ФБСу. А я даже без отчета вижу, что у меня в основном тоже Московская область заказывает много. Ну, естественно, отчет по ФБС. Сделайте, пожалуйста, отчет. Это задача, это фбс, заказы, скачать отчет. В общем, там и смотрите, в какой, именно в какой кластер у вас заказы идут. потому что вам нужно реально увидеть ситуацию. Вам нужно увидеть ситуацию, и если вдруг, а вы прикиньте, у вас окажется, что у вас в Тюмень грузит все товары, и вы думаете, что у вас Урал заказывает, а у вас, например, 80% всех заказов это Москва и Московская область. А если на Москву грузить, то это какой склад лучше выбрать? Так, я бы, ну смотрите, тут зависит от нескольких параметров. Вам скорость доставки это Хоругвина и Петровская, но литра бонуса, чтобы получить, это у нас Стофина Жуковский. Вам нужно подумать, если у вас высокая оборачиваемость товара, то есть товар быстро продается, не будет залежей, все будет прекрасно, в этом случае Хоругвина и Петровская. Если у вас товар залеживается, если у вас например, низкая маржинальность, вы не готовы платить за хранение, тогда склады с литра бонусами. У вас хорошая маржинальность? Да. Да. Вы можете себе позволить 150 рублей в месяц, например, за хранение заплатить за одну единицу товара. Можете? Тогда, тогда все, забудьте про литрабонт, тогда грузите на самые высокоскоростные склады. То есть, если вы, например, будете и в Петровском, и в Хоругвино, тогда у вас доставка будет в следующий день. Где бы человек ни находился, на севере, на юге, в центре Москвы, на следующий день будет доставка. очень быстро. А Хоругвино один или два, или как они там подразделяются? Безразделяются, да? Там же есть не габарит и крупный габарит. Вы когда будете создавать, я просто не знаю ваш товар, куда примется. Вот. У меня, например, одеяло, и у меня одеяло очень часто тупо не принимаются, например, в Хоругвино, например. В Хоругвино не габарит я вообще не могу подразделить. Не могу. Потому что у меня большой размер, и Одон мне говорит, мы такие большие товары, нам не нужны. У нас там завал, да? Идите в другой склад. Может быть, у вас на все товары, на все склады примется товар. Вполне возможно. Попробуйте создать, там прям выбираете склад, когда там справа списочек, выбираете склад, и если вам дает, все, значит, супер, значит, все, пошли. Лучшество, конечно, Хоругвино не габарит. Ну, то есть, у вас же не габарит, значит, скорее всего, Хоругвино не габарит. Скорее всего, туда. Петровск очень хорошо тоже продает. Если никуда из этого не даст, в Пушкино попробуйте. Ну, либо вот Софина новый склад сейчас появился. Ну, тогда сделали от Грузко. Вот я, у меня когда этих огонечков наставят на последний пост, я выложу про Софина. Софина – это новый склад, у них 90 литра бонусов дается. Это, короче, максимальное количество, которое только возможно. Но из-за того, что склад новый, у меня приемка была почти неделю. Это очень долго. Вот. Короче, у каждого склада есть свои плюсы и минусы. Не могу сказать, какое вам нужно выбрать. Могу сказать, что выбирать по двум параметрам. Первый – это скорость доставки, и второй параметр – это литра бонуса, если они вам нужны. Поняла, да. Прямо поставьте. И так как, скорее всего, как бы я сделала на вашем месте, я думаю, что это просто воображение, это не рекомендация к действию, потому что нужно посмотреть цифры, да. И я не знаю, сколько стоит кроссдок, не сколько стоит ВРЦ, но я бы сделала так. Если, предположим, цена одинаковая, например, цена одинаковая на единицу товара при любом способе отгрузки, я бы отгрузку через кроссдок, например, штук по 10-20, значит, одной единицы товара в Карабане, потому что это явно не монополита у вас там стопудово. Я бы сделала в Карабане, например, в Харувино, штук 20, и в Петровское, например, штук 20. Поставила бы в план. Дальше, в Казань я бы тоже бы отправила, если честно. Ну, вы же сказали, что у вас там в Казани вроде бы хорошо, да, продается? То есть, три уже. Нет, ну, ФБС. Да, ФБС. Ориентируемся на ФБС. Когда вы начинаете с ФБС и торговлю, то вы, получается, как будто бы даете себе возможность посмотреть, а куда вас чаще всего заказали. Если вас готовы ждать 8 дней, 10 дней в другом городе, то представьте, насколько больше будет заказов, если у вас будет доставка не 10 дней, 1 дня или 1 день. Это же круто. Я, например, предположим, я мужчина, я решила за ремонт, и мне нужна дрель. И, предположим, просила у пятерых своих друзей, и мне все опять рассказали, ой, чувак, прости, мне самому нужно, ты мне с тех пор еще отвертку не отдала, тебе не доверяю. Короче, мне все отказали, я на всех обиделась, думаю, идите все в жопу, куплю сама себе. И, но мне это нужно сейчас, мне же, я же не строитель, профессионал, и я не готова ждать месяц, да, там свой этот, что-то мне, дрель свою, да, мне нужно сейчас, у меня эго взбунтовалось, мне нужно сейчас заказать. все, я закажу там, где у меня доставка будет завтра. Я даже готова переплатить, лишь бы доставка была завтра. Имейте в виду, что люди, как правило, предпочитают скорость, скорость, качество, люди, как правило, предпочитают. И они готовы, скорость в цене они предпочитают, они готовы чуть подороже, но побыстрее. Может быть, не полную комплектацию, но сегодня, завтра. Ну, то есть имейте в виду, скорость, это очень важный параметр, даже важнее, чем цена. Вот, так что я бы так сделала. И обязательно, обязательно этот отчет ФБС по кластерам заказов, посмотреть, куда едет мой товар. Может быть, есть еще какой-то город, куда у меня постоянно заказ. Может, у меня в Самару всегда заказ. Может быть, в Самаре какой-нибудь там план, я не знаю, это же очень такое, я опять же, не знаю, где требует эта дрель, но, возможно, она капец как нужна при новостройках. И если бы, Боже, план Капкан, и там строят огромный какой-нибудь жилой район новый, то все, в этом городе всем нужна ваша дрель. И хорошо бы знать про это и сделать огрузку. Я бы посмотрела так. Так, а бонусы, баллы за бонусы, это вообще работает? Я как-то не пробовала. Литра бонусы. Литра бонусы, это работает. Я говорю, акция, рассылка, баллы за бонусы покупателям. Мы пробовали делать. У меня не очень хорошо работает, потому что у меня товар в коротком лтв. То есть люди не покупают каждый месяц, там новые одеяла, новые шторы, не покупают. Наверное, сверла люди покупали бы. Сделайте рассылку, она же недорогая. Дайте людям побольше бонусов. Я думаю, к тому, что, допустим, у меня, у этих людей есть бонусы, получается, и у меня, допустим, новый товар. Бонусы придут на другой товар же, да? Да. Вы про баллы эти, бонусы для премиум покупателей. Вы про них, да, говорите? Ну, не обязательно для премиум. Все, кто оставлял отзывы, я начисляла бонусы. Теперь нужно же бонусы использовать. Если я разошлю рассылку, что можно воспользоваться бонусами своими на другой товар, это вообще работает? Мне кажется, вы смешали три разных инструмента. Сейчас я не понимаю, как вы говорите, да. Есть баллы за отзывы. Баллы за отзывы можно использовать на любом товаре, даже не на вашем, где угодно. Это баллы за отзывы. Есть бонусы продавца. Это другая история. Их, кстати, ни у кого нету здесь. Очень плохо. Сейчас покажу. Например, платье. Сто пудово в платьях там дофига бонусов. Куда вы провалите? Видите? Бонусы продавца. Бонусы продавца это отдельная история. Их можно использовать только у вас. Вы говорите, за то, что ты купил у меня товар, ты получишь дополнительные бонусы. Один бонус. Их можно использовать только у вас. Вот. Это второй. Есть еще третий инструмент с бонусами. Тогда сейчас мы в него не будем проваливаться. Он отдельный, он интересный, очень крутой, про него почти никто не знает. Но вот раз вы про это, да, давайте людям бонусы. Обязательно. чтобы они к вам возвращались. Но вам нужно расширить ассортимент. Это вы даете людям бонусы, всем дайте бонусы, чтобы они к вам вернулись. Как только вы добавите к ним сверла, люди это увидят. Дальше вы, например, добавите, я не знаю что, что-то еще вы добавите, шурмоповертки, еще что-то. У вас тема инструментов очень, очень большой рынок. Вам бы побольше ассортимент, можно больше. И у вас прям, во-первых, у вас был бы огромный ЛТВ, потому что люди постоянно возвращались бы. Потому что люди, которые, вот, кто-то купил инструмент в каком-то месте, и он был хороший, человек вернется туда, чтобы еще раз купить там инструмент. Потому что бывают очень плохие инструменты. Если есть какое-то место, которому они доверяют, они будут возвращаться и возвращаться и возвращаться туда. Вот вам нужно ассортимент свой расширить обязательно. Так, и, конечно, надо бы, надо бы, конечно, вам карточку научиться правильно запускать. Очень важно. Чтобы вас ни с кем не склеивали. Если вы используете чужой бренд, вам нужно изначально так заводить карточку, чтобы вас Азон ни с кем не склеивал. Я про это на этот, на обучении рассказываю. Я хочу сейчас, у меня план, я хочу летом запустить фокус-группу учеников, вот, и вместе с ними как раз все-все-все-все-все-все сделать. Чтобы к сентябрю у всех уже все было идеально готово, чтобы все начали прям круто продавать и смогли под Новый год сделать там X2, X10, какая ниша. Вот ваши ниши X10 сложно сделать с одним товаром. Но если, например, вами взять и вывезти еще пять товаров, то X10 сделать будет очень легко. Вам нужно стиминно расширять. Но нужно правильно выводить, иначе потом у вас будет точно так же, как и с этой дрелью, когда вас склеят абсолютно со всеми конкурентами, и что, да, и что дальше делать. Вы тратитесь, а в итоге теряете покупателей. Это неправильно. Так делать неправильно. Вот. Так, мы с вами все же обсудили, да, и ФБО вы сделаете отгрузку, и с контентом мы с вами поговорили, как вам лучше работать. Стопудово ваш контент никто не имеет права использовать. Вам нужно научиться доводить до результата. Надо научиться поддержкой общаться на качественном уровне. Так, ФБО в другие города вы сделаете отгрузку, карточку с телу дополните, фото, видео обязательно. у вас конверсия в корзину 4,5%. Это очень мало. То есть вам вы можете в два раза больше заказов получать, находясь на том же самом месте выдачи, тратив столько же денег на рекламу, сколько и сейчас, вы можете получать заказы в два раза больше. У вас прям есть куда расти. Большой, большой потенциал для роста реально. Спасибо, хорошо, я услышала вас. Да, да, давайте обратную связь. Что было очень полезно, что новое? Полезно увидеть свою карточку со стороны и услышать, что нового. В принципе, когда слышишь это со стороны, кажется, все новое. есть такое. Спасибо за разбор, да. Правда, что есть куда расти. Есть чем расшириться, нужно. Здесь я знаю, я понимаю, что здесь нужен ассортимент, поэтому будем с коронками еще работать. у вас очень хорошая ниша. Инструменты это прекрасная ниша, большая, с большим LTV, клиенты становятся приверженцами, они приходят и покупают всегда в одном и в том же месте. Мужской покупатель, мужской покупатель, мужчины-покупатели, они проще, чем женщины. Ну, попроще. Сделали им рассылку, сказали у нас там еще что-то такое, они такие, о, перешли и купили. Они не будут искать на куче разных сервисов, где дешевле, где лучше, где платье более красное, а здесь более розовое. Мы женщины, мы очень любим искать, выбирать, как-то там анализировать. Женское сердце покорить сложнее, чем мужское с точки зрения карточки. Поэтому вам бы нужно сделать так, чтобы сразу было понятно, о чем речь, чтобы он такой понял, да, он такой понял, беру. Вот так вот вам нужно добиться, чтобы он понял, беру. Вот так вот. Можете свою карточку показать знакомым, например, потенциальным покупателям, то есть, если у вас есть знакомые, которые сейчас делают ремонт, предположим, или которые когда-либо делали ремонт, кому-то рукастала, короче, и сказать, вот ты бы купил, что тебе не хватает, прям получить обратную связь. Тебе понятно? Ну, как ты думаешь, ты бы купил, нет, а почему нет, что тебе не хватает? Я не вам скажу, что тебе не хватает. Понятно. Так, все хорошо, замечательно. Так, кто у нас еще? Я отключаюсь, да, спасибо, до свидания. Да, да, спасибо. А, напишите мне обязательно отзыв. Скажите, мне было очень полезно, Марина, все вообще было прекрасно. Я все поняла теперь в этой жизни, я преисполнена информацией, моя жизнь будет прежней, вот так прям напишите. А куда мне написать табличку, что ли? Сама не знаю, куда, если честно, надо подумать. Напишите, знаете, куда, в телеграм-канале под постом куда-нибудь, куда-нибудь напишите, там же есть, люди же писали отзывы, вот напишите туда. Ну, приятно. Спасибо. Да, вам спасибо. Так, кто еще у нас на разбор есть? И есть ли кто-то еще на разбор? Наталья, Лисан? Нет, никого нету? Все? Один разбор на сегодня? Какие все скромняшки? А те, которые анкету дополняют, где эти люди? Анкету заполнили, а прийти не пришли? Так, все, что ли, тогда? Так, друзья мои, если кто-то хочет на разбор, поднимите руку. Дальше. Если нет, то вообще замечательно. Уже у нас один разбор произошел, уже хорошо. Так, замечательно. Что еще? Да, ребята, будьте, пожалуйста, поактивнее в телеграм-канале. Значит, анкеты на разбор, кто хочет, обязательно заполняйте, потому что даже если в воскресенье вдруг по какой-то причине вы не попали на разбор, вас не оказалось, то у меня, когда есть время, я прям созваниваюсь. На неделе ранее, не на прошлой неделе, я прям с шестью, по-моему, людьми созвонилась среди недели, кто заполнил анкету, но не смог попасть на разбор на прошлой неделе. Я прям с ними отдельно созвонилась, и мы с ними провели разборы. Так что, кому это актуально, записывайтесь, будет время, обязательно мы с вами свяжемся и проведем с вами разбор. Вот. Что еще хотела сказать? Еще хотела сказать вам то, что всем своим знакомым рекомендуйте этот канал, телеграм, пожалуйста, чтобы у нас с вами было подписчиков как можно больше, потому что мне, конечно, приятно. Мне так приятно, когда вы мне вот эти все комментарии пишете и ставите реакции, это просто удовольствие, потому что я же вас не вижу, я вам пишу, рассказываю, выкладываю информацию, и мне хочется получить обратную связь максимальную. Я очень благодарна, что вы на самом деле суперактивны, я не ожидала, я думала, что там будет только каждый там сотый, может быть, что-то комментировать, а у нас там половина всех людей, кто смотрит посты, читает, комментирует, либо там ставит реакции, мне очень приятно, прям красавчики, хвалю вас, молодцы, очень мне приятно. Вот, и что еще? А, ну, группу. Все, я решила группу запустить, буду брать себе людей, человек пять, максимум семь, так что кому надо, обязательно оставляйте тоже заявку, я сделаю анкету, прям объявлю об этом, анкету сделаем, заполним, и будем с вами дальше беседовать, общаться уже индивидуально. Вот такие вот разборы, как сейчас у нас, будут, получается, раз в неделю на протяжении трех месяцев. Вот. То есть там прям такая активная работа будет. Так, все, давайте присоединяйтесь, приглашаю вас. Все тогда, на этом завершаем. Отлично, мы молодцы, молодцы, что приходим. Есть ребята, которые каждую неделю слушают, видимо, уже были на разборе, но приходят, слушают, рада вас видеть. Вот. Я вижу, что кто-то каждую неделю на воскресных созвонах. Спасибо, мне очень приятно, что вы приходите. Тогда всем хороших выходных и давай сюда. Вяжемся с вами на неделе, ребята. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok